накануне дня детей это 1 июня вот мы потихонечку начали с вами разбирать детскую тему потому что родители часто задают вопросы я вам поделюсь с вами интересными методиками которые позволяют деткам быть здоровыми да вот давайте мы с вами посмотрим то есть начиная с самого маленького только с рождения мы уже можем работать животиком потому что необходимо после рождения нам поправлять делать желчный проток прямым да поэтому у ребятенка мы с вами работая с поддиафрагмальным пространством вот мы можем таким образом работать можем маленького через коленочку брать а уж когда совсем маленький ребятенок мы вместе с ним вот так наклоняясь держа головку когда он еще головку не держит и животик мы с вами сможем отработать застой желчи можем применять одновременно потому что практически у всех дискинезия желчеводящих путей и это написано от обследования гастроэнтеролога да посмотрите вот друг другой вариант когда мы можем работать наш на чем-то мягком вот уже с малышом работаем который имел диагноз нейродермин дерматит это было настолько нарушенная кожная поверхность у него а а вот убирая застой желчи уже малыш лежит на мячике мячик чем мягче чем больше у нас проблему малыша поэтому начинаем буквально с клубка шерстяных ниток когда мы с вами его укладываем на животик то есть первоначально это идет воздействие когда малыш у нас в прямом положении находится желчный проток надо чтобы вытянулся по закону притяжения земли затем работая упражнениями уже вот в таком состоянии мы с вами убираем дискинезию желчеводящих путей давайте посмотрим еще варианты когда мои малыши а мои малыши это те кто смог все-таки убрать свои проблемы да вот у нас наклон до еды наша малышка дискинезия желчеводящих путей давайте посмотрим как она у нас сейчас будет вот так вот весело спокойно играясь то есть до еды как я это делаю убирая застой желчи вот она потихонечку делает наклон до еды и после этого уже когда мы с вами стимулировали желчь на выход таким образом мы делаем профилактику удивительного вот этого диагноза который у всех есть дискинезия желчеводящих путей перекрут в области шейки и в области самого желчного пузыря так и бабушка может сделать если пока нет мозговых нарушений да можно это сделать сидя когда мы с вами чисто мышечно позволяем убраться вот этой пробочке потому что очень часто у нас желчные конкременты возникает и в самом протоке то есть мы механически помогаем желчеводеление химически у нас идет запах пищи уже желчь начинает образовываться если ребенок еще сосредоточен на еде они на гаджете сжавшись когда он желчный проток жал то конечно пищеварение будет идти активно и у маленького не будет гастрита помним как только у малыша начинается гастрит следствием его является посмотрите желудок и 6 позвонок начинается изменение скелета то есть появляется наклон измененный поэтому мы уже у ребенка ставим диагноз остеохондроз позвоночника который проявляется в виде сколиоза вот он начинает ребенок садиться на одну другую сторону как мы вчера с вами в посте видели наша девочка поймала что у нее правая гемисфера головного мозга тяжелее то есть она не могла нам прямо постоять даже в ласточке проверяйте пожалуйста вестибулярный центр у ребенка если нет дискинезии желчеводящих путей не будет и нарушение мозгового кровотока оно будет симметрично мы в вчерашнем посте все это с вами разобрали поэтому детки пример нам взрослым как можно заниматься со своим телом и уж самый удивительный вариант мы с вами говорим что мама готовясь родить здорового ребенка обязаны иметь хороший кишечник и любой наклон вот мы видим наклон как проявление намаза позволяет женщины родить здорового ребенка но так как сейчас все и наш христианский поклон и мусульманский поклон стал делаться только наклоном головы а не так как полагается его сделать да мы с вами получаем нарушение кровообращения в области лимфатических узлов паховых и висцеральных поэтому готовить женщину к рождению здорового ребенка это иметь хороший желудочно-кишечный тракт все наши традиции они этому помогают старайтесь чтобы в вашей семье они были сохранены удачи